От фантазии к реальным проектам. В Наринмаре впервые прошла деловая игра «Морское пространственное планирование. Если бы решение принимал я». Участие в ней приняли все те, кому не безразлична судьба акватории Печорского моря. Цель игры – сформировать морской пространственный план, который позволил бы обеспечить рациональное использование морских ресурсов, сохранить и улучшить экологическое состояние морской акватории региона. На территории города Северного раньше были преимущественно занимались, населением занимались рыболовецкие колхозы, но в течение небольшого промежутка времени в связи с разработкой и геологической разработкой были найдены мастерства нефти и был построен нефтехнический завод. Команда «Зелёных» занимается морским пространственным планированием условной акватории, но очень похожей на Печорское море. Основная задача участников этой команды, каждый из которых играет свою роль – капитана, планировщика, экономиста, социолога, эколога, представителей морских отраслей – сохранить экологическую составляющую в регионе при развитии хозяйственной деятельности. Я капитан «Зелёной» команды, команда, которая нацелена на сохранение природы для будущего поколения. Сейчас мы обсуждаем экологическую обстановку в регионе и вырабатываем какие-то планы и мероприятия по дальнейшему улучшению обстановки в регионе. Развитием экономики акватории Печорского моря при морском пространственном планировании в игре занимается команда «Красных». «Синя» отвечает за социальную политику. В команде «Белых» – наблюдатели, условные журналисты, чиновники, представители зарубежных стран. Но результат, на который работает каждая команда, один – сделать так, чтобы море, на побережье которого живут люди, досталось будущим поколениям в том виде, в котором оно есть сейчас, но при лучших условиях жизни. Сама игра как таковая – это действительно просто игра. Она дает возможность людям почти почувствовать себя, с одной стороны, детьми в песочнице, которые ни за что не отвечают. С другой стороны, помогает людям понять, что даже их голос может повлиять на принятие решения теми органами, которые эти решения должны принимать. Это учит ответственность. Это такой подход, который показывает возможность привлечения широких кругов населения к процессу принятия решений по рациональному использованию морской акватории. Но здесь, в частном случае, конечно, это Печорское море, на базе которого мы и проводим эту игру. История морского пространственного планирования в Европе насчитывает уже более 15 лет. В России оно новичок. Поэтому пока на законодательном уровне такого понятия, как морское пространственное планирование, нет. Но есть ряд пилотных проектов для Баренцева моря, Финского залива, акватории Калининграда. Еще один большой проект по заказу Минприроды находится в разработке. Морской план ведь составляется на перспективу. И это перспектива 25-30 лет. И он определяет будущее развитие территории или акватории. И, наверное, для простого человека появится, во-первых, возможность участвовать в общественных слушаниях и принять личное участие в будущих плановых решениях. А значит, определить развитие своего региона на акваторию на перспективу 25-30 лет. Это, наверное, основное. А второе – это возможность просто узнать, а что же планируется делать на акватории, что здесь будет развиваться, какие отрасли. И, может быть, определенным образом построить свою жизнь. Игровой план развития акватории Печорского моря, отмечают эксперты, получился достаточно интересным и основан на местной специфике. Поэтому команду победителей в игре определять не стали. Ведь для достижения единой цели важна дружба. Мария Владимирова, Татьяна Поздеева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...